Код по Международной Организации Гражданской Авиации, ICAO, УЛММ Код по Международной Ассоциации Воздушного Транспорта, IATA, ММК, точный адрес аэропорта Мурманск, 184355, Россия, Мурманская область, Кольский район, поселок Мурмаши. Справочные телефоны аэропорта Мурмаши, плюс 7, 8152, 28, 13, 31, плюс 7, 8152, 28, 14, 31, Телефон дирекции, плюс 7, 8152, 28, 12, 59, Емейл, инфо собака.эпо.дефисмирманск.ру Время работы – круглосуточно. Прием чартерных рейсов по предварительному согласованию. Расписание и регистрация ЖД вокзал Мурманск ознакомиться с онлайн-табло рейсов аэропорта Мурманск можно пройдя по ссылке HTTPS eopoddefisonline.ru Косая черта онлайн-дефис-табло-дефис-эподдефис-мирманск-дефис-арревалес-косая черта или на официальном сайте HTTP eopoddefis-мирманск.ру Косая черта пассенджерес-косая черта информейшн-косая черта тимитейбль-косая черта в режиме реального времени можно посмотреть всю интересующую информацию. Название авиакомпании и тип воздушного судна. Если рейс уже прибыл, значится лента выдачи багажа. Точно так же во вкладке «Вылет» более подробно можно увидеть название авиакомпании, номер стойки регистрации, начало регистрации, сектор выхода на посадку и время посадки на борт. При наличии интернета из любого места можно воспользоваться услугой онлайн-регистрации на рейс. В специальном терминале есть возможность распечатать посадочный талон. Не придется стоять в очередях, что сэкономит время. Досмотр безопасности и контроль посадки пассажиры проходит аналогично пассажирам, зарегистрированным на стойке регистрации. При наличии багажа оформление производится на общих стойках регистрации пассажиров. Принимают и отправляют самолеты два терминала, АИФ, которые находятся в одном здании. Улетают самолеты обычно из терминалов, а прилетают в АКК доехать аэропорт Хибины, так как аэропорт Мурманск расположен в 20 километрах юго-западнее Мурманска. Автобус или маршрутное такси номер 106 следует от площади ЖД вокзала примерно около часа. Расписание автобуса можно посмотреть на сайте ОАО «Мурманскофтатранес», «http» и «мирманскоутатранес.ру» касая черта. Обычный интервал между отправлениями составляет 20-30 минут, выходные – час. Стоимость проезда в одну сторону стояр, первый автобус уезжает из аэропорта в 6 часов 23 минуты, а последний в 0 часов 30 минут, в воскресенье в 23 часа 30 минут. Билет можно купить у кондуктора или водителя. Также аэропорт Мурманск предлагает официального партнера «Народное такси». Сотрудники службы гарантируют безопасность и автокресла для детей. Для заказа такси звонить по телефону плюс 7-8152-70-00-00. Диспетчерская служба оснащена современным программным обеспечением, позволяющим максимально оперативно обрабатывать заказ каждого клиента. Мурманск Трансфер плюс 7-8152-20-77-22 предлагает поездку на разных видах комфортабельных автомобилей за 300 рублей. Северная Трансферная компания плюс 7-921-036-85-76 также готова предложить услугу проезда до аэропорта за 300 рублей. По прилету можно поймать такси у аэропорта, правда цена будет больше. Для комфорта класса люкс поездка в город обойдется в 1000 рублях. На личном автомобиле, как и на такси, время поездки может составлять всего лишь 30 минут. Стоянки у аэропорта Аэропорт Краснодар для приезжающих на свои машины у привокзальной площади есть платная краткосрочная парковка со шлагбаумом. Стоимость зависит от времени нахождения машины – 300 рублей за пребывание от 9 до 24 часов на месте, 3-9 часов стоит 400 рублей, 2-3 часа – 250 рублей, 1-2 часа – 250 рублей. Стоянка длительностью от 30 до 60 минут обойдется в 150 рублей. По вопросам оформления пропусков звонить по телефону 8-8152-28-13-39 или на дежурный телефон парковки плюс 7-911-304-14-41. По всем вопросам писать на e-mail.паксобака.эподдефисмерманск.ру на территории аэропорта Мурмаши работают две платные автостоянки. На стоянке справа под навесом ведется постоянное видеонаблюдение с круглосуточной записью. Весь периметр охраняется собаками, установлены датчики движения. Зимой снежная корка с автомобиля обметается сотрудниками стоянки. При въезде на стоянку встречает диспетчер, который показывает место парковки. После происходит оплата с получением квитанции и чека. Важно! Нужно заранее заказывать место на этой парковке, позвонив по телефонам за 3-4 дня до предполагаемой даты. Плюс 7-911-060-76-11 или 8-8152-28-14-38. Стоимость парковки под навесом 230 рублей в сутки. На открытом месте 180 рублей в сутки. Парковка автомобиля, которая занимает меньше суток, 24 часов, оплачивается в размере 300 рублей. Предлагаются дополнительные услуги. Запуск автомобиля пускозарядным устройством стоит 500 рублей. Электроподогрев, розетка 220 вольт, 100 рублей в час. Подкачка колеса обойдется в 100 рублей. Стоимость подогрева авто тепловой пушкой при низких температурах составляет 500 рублей до 5 минут, 6-15 минут, 700 рублей, до 30 минут, 1000 рублей, более 30 минут, 1500 рублей. Обратите внимание, клиенты этой автостоянки не платят за открытие шлагбаума при выезде из аэропорта Мурманск, достаточно показать чек. Стоянка слева расположена дальше от входа на посадку, соответственно, и стоит дешевле, 150 рублей за сутки под навесом. Въезд на эту автостоянку расположен до шлагбаумов. Предварительно звонить по телефону плюс 7, 81, 52, 28, 12, 37. На обеих стоянках размещать машину безопасно и место оборудовано навесом. Автостоянка Паркавия находится дальше всех, посмотреть схему можно на странице ВКонтакте HTTPSVK.com Касая черта Паркавия нижнее подчеркивание Мирманск. Важная информация, это парковочное место отнюдь не хуже, здесь расположен теплый бокс, а также осуществляется бесплатная доставка от машины в аэропорт и обратно. Приезжать на парковку следует за 2 часа до вылета. Доступны следующие услуги, замена масла и других расходных материалов, обработка кузова от коррозии металла, автомойка автомобиля, химчистка салона, компьютерная диагностика, полный автосервис. Цена стоянки в теплом боксе на одни сутки 400 рублей, до 30 дней 250 рублей в сутки, более 30 дней 230 рублей в сутки. Если стоянка меньше или равна 12 часам, 350 рублей. Стоимость на открытой площадке до 10 дней составляет 120 рублей в сутки, до 30 дней 100 рублей, более 30 дней 80 рублей за сутки. Парковка на один день, если она больше или равна 12 часам, 250 рублей. Услуги аэропорт Мурманск находятся в постоянной реконструкции, все автоматизировано от момента сдачи багажа на ленту до получения этого багажа по месту прилета. В самом здании аэропорта есть кафе, бар, сувенирные магазины и газетный киоск. На втором этаже – магазин с рыбной продукцией. VIP-зал и зал повышенной комфортности, а также банкоматы расположились на цокольном этаже. VIP-зал функционирует по предварительным заявкам как на вылет, так и на прилет. Посетители этого заведения попадают в аэровокзал через отдельный вход, могут воспользоваться услугами зала переговоров. Время пребывания не должно быть больше 4 часов. В зале повышенной комфортности за 1000 рублей в обслуживание входит детский уголок. В наличии свежие газеты и журналы. Для гостей накрыт шведский стол с холодными закусками, а также завтраками, обедами и ужинами. Предлагается выпечка, фрукты и напитки. Круглосуточная камера хранения предлагает стоимость одного места для багажа, предмета – 300 рублей с момента сдачи до 0 часов в следующих суток. За последующие хранения – 50 рублей в сутки. Важно, неполные сутки оплачиваются как 24 часа. Комната матери и ребенка находится на одном этаже аэропорта Мурмаши справа от зоны предполетного досмотра. Плата не взымается. Обеспечен круглосуточный режим работы, а также при необходимости оказания медицинской помощи. Обратите внимание. В помещении можно находиться до 3-4 часов с женщинами на второй половине беременности или матерям с детьми до 7 лет, при наличии свободных мест – до 8 лет, а также с детьми-инвалидами до 14 лет. С несколькими детьми 0-14 лет можно расположиться, если семья имеет одного старшего сопровождающего. Имеются следующие удобства – кроватки для отдыха детей, постельное белье, пеленальный столик, детские стульчики для кормления, игровая зона, оборудованная диваном, телевизором и столами со стульями, санузел с раковиной и большой чашей для подмывания ребенка, две туалетные кабинки и два умывальника, кулер с холодной и горячей водой. В комнату матери и ребенка аэропорта Мурманск допускаются пассажиры без багажа и животных, после прохождения первичного мед. Осмотра и получение справки в здравпункте аэровокзала, который находится на одном этаже справа от главного входа. Обязательно предъявить паспорт, свидетельство о рождении и авиабилет на вылет. Если количество мест ограничено, в первую очередь принимают пассажиров с двумя и более детьми до 7 лет. На период кормления ребенка грудью мужчины должны выйти из комнаты матери и ребенка. Wi-Fi на всей территории аэропорта действует бесплатный Wi-Fi. Услугу предоставляют три провайдера – Beeline, Megafon и Polarcom Airport. Нужно всего лишь выбрать провайдера услуги с помощью своего телефона и следовать дальнейшим указаниям на экране устройства. На сайтах авиакомпаний можно просмотреть информацию о маршрутах, выполняющих рейсы с пунктом назначения Мурманск, сравнить все ценовые категории. Продолжение следует...